Ученики же его в зал сели и начали срывать колоси и есть. Паритеи сказали, имели они это основание говорить. И бывает ли у нас такая обстановка, что делаем, чего не должно делать. А испаритеи-то имели основание очень и очень веское. Потому что прямое указание было не нарушать субботу и не делать никакой работы. А Господь привел пример из священной истории в Библии и говорит. А разве вы не считали, что когда Давид и бывшие с ним пришли при Леофаре, то верят ли вы предложение, которое не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а одним только священником? Это какие-то антидоры, по-нашему сказать. А зашли люди, которые совершенно не относятся к этому. Но здесь тот, кто больше самой субботы, больше закона, называется применение закона ради нужды. Иногда называют это экономия, то есть снисхождение. Где? И нужно ли это? Вот 6-й Вселенский собор, 88-е правило. Никто не должен вводить в храм никакого животного, кроме крайней нужды. Оказывается, застигла тебя буря, в горах, стоит храм, ни одного строения нигде нет, человек замерзает, спрашивает, что делать? Открываем двери храма, запускаем лошадь, пусть здесь ночует. Правильно. Закон любви превыше. Низыческий закон этого не знает. Закон и персов, и медян был такой, в Камстане имел право отменить. Мы читаем, когда Данила бросили в рот. Левит 4-2. Если кто согрешит по ошибке и сделает, чего не должно делать, если священник это будет помазано и согрешит, и далее говорится о жертве. То есть заход предусматривал, что-то сделал на то, что не должно. Ну не знал. Забыл. Не тот день. Бывает пост нарушил, переживает, и о чем, что она там поела. Это хорошее чувство. Осознание того, что есть божественный закон. Но это не смертельно. Они делают, чего не должно делать. Где в нашей жизни бывает такое, что мы делаем, чего не должно делать? Вот посмотрим. 1 Коринфян 8-2. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должно знать. Все время, знай, до конца всего знать не будешь. Поэтому совет надо держать несколько человек. Молиться, просить и Бога, милости, и даже путь откроет. 1 Тимоперик А. 13. При том же они, то есть женщины, будучи праздны, не работают, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздные, но и болтливые, и говорят, чего не должно. Чего не должно. Женщины болтливые, много разговаривают. И мужчины стали подстать женщину, невозберно, чего только не наговорят. А из того наговоренного, то по слову-то Божию, если проверится, может, ничего там нет. Ты конкретно говори. А не так, что я воздержался или чего. Вот будто все собрали сегодня. Все это надо высказать, узнать. Дело в том, что по отношению верующих, верующие ведут себя не так, как по отношению неверующих. Эти же люди, когда разговаривали машину в городе, сразу выложили 13 тысяч, машину в муке отвезли, разговаривать не стали. Почему? А иначе дальше делиться берет в свои руки. Придется платить 53 тысячи. А ведь речь сошла о десятках тысяч. Все это несколько шагов попятили. Так и здесь. Все решить по делу Божьему. Если касается имущественного, вы должны знать закон, разрешает судиться даже в супер. Между собой, когда вы что-то распорили, тогда надо мириться здесь. Если человек этого не понимает и не осознает, не настаивая. Но закон, божественный закон, разрешает обратиться в мирской суд и разрешит это в корне вопрос имущественный. Даже если бы за рулем сидел наш епископ. Лучше, конечно, простить. Это лучший вариант. Выше. Ну как ты будешь к этому расположен? И как тот человек на это пойдет? 1 Тимофею. Вот ученики шли со Христом. И у них была необходимость. Они хотели и есть. Надо понимать, есть совершенно нечего. Почему они нарушили? И вдруг съедобное шевицу брали, колосья распирали и ели. Да какая же это работа? А как по-другому? А если мешок намолотить, это работа? Ну где-то должна грань, закон должен предусматривать. Вот говорят сейчас, судя человеком, крупная кража, а сколько крупная? После 2000. 2000, к примеру, сказать. А на 2000 мелкая, тут уже другой срок. Одного рубля не хватило, уже ничего не сделаешь. Закон. Если я ИСИР считаю 8-12, какой был закон у язычников? Удалилила 6-8-15. Они у Немаги не допускали никаких изменений. ИСХОД 12-16. Никакой работы не делают. Кроме только той, что есть в каждом. Одно то можно делать вам. В субботу. А вот под этой делать, а что? Видимо, на стол поставить. Огонь они не зажигали, не пить, пищу готовили в пятницу. Ученики для пятницы не делали. В общем, те фарисеи, которые приступили к Ахресту, имели очень мощное обоснование так говорить. Но они не перешагнули эту грань. Люди голодные, у них есть вещи, у людей нет никакого сибиря. Вы понимаете? Они никогда не нарушали. Это все надо учитывать. Нет? Твердо, где-то не полезно. И ставят уже к стенке. Вот это делать и да. ИСХОД 30-й глава 32-й стихи. Тела прочих людей не должно помазывать им. И по составу не делайте подобное. Святыня великая для вас. Рукоположение. Воспектанты рукоположают. Они говорят, а у нас пресвитер, а у нас там епископы, так что пресвитер, совершают ренчание, совершают преломление. Они ничего не могут делать. У них нет рукоположения. Идет много миллионный, сто миллионный обман людей. А ты откроешь, посмотри, ветром говорит, и кто-нибудь мог сделать. А что же этим смерть? Кто сделает подобное состав, другого священника поставить? Смерть. Кто приступит из другого колена мельче. Старозаконие 24.5. Интересно, что не должно делать? Какие были у Израиля однокомны, если бы их к нам восприменить? Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну. И ничего не должно возглаждать у него в продолжении одного года. Пусть он повесиляет жену. Вот сейчас у нас свадьба была, а до тройной отрижет. На него нельзя наложить ни штраф, ни обзывать, вот и трусь. Нормальное состояние. Год, и думает, какой это был хороший закон. А где этот закон сегодня? Нигде его нет. Значит, мы в суд или где делаем недавно. Завтра его призовут и призывают таких. Сираж, 10-26. Несправедливый, бесчестный, бесчестный, разумного, бедного. И не должно прославлять мужа грешного. Я разбираю те местоописания, которые ухаживают, чего не должно делать. А как прославляли слава ТПСС, слава тому-то. А все знали, люди безбожницы. Активали генеральность и секретарей ТК ТПСС. Это все не должно, не должно, не должно, не делали, чего не должно. Писание говорит, не должно прославлять мужа грешного, он не достоин этого. И не должно бесчесть человека правильно, хотя бы он был бедный. Вот у нас что не положено? Вижу, наклоняюсь-то, я не слышу, но вижу, губы шевелятся, что-то шепчут ребенку, говорят, не должно шептаться, написано. Покажи палец, поставь вертикальным губам, ему понятно, дома получи его. Зачем здесь шептаться? Не надо разговаривать. Яков, 3,10. Из одного источника не течет, горькая и сладкая вода. Не должно так быть. А вот это не должно как раз в тазности и стеомене. Почти. Говорить добрая молитва и тут же не добрая, не правда. А кто ты знаешь? Не расположены. Ты добейся правды, а правду узнать очень непросто. А еще труднее. Человек, который сотворил что-то никак, добиться, чтобы он осознал это. А потом попросил прощения. Это все работа. А потом, где нужно заплатил, Бог тебе больше еще за это воздаст. Какая большая работа была сделана вчера? По чьей-то молитве человек остался живой. Понимаете, одно железо вокруг было. Смертельное. Это любой скажет. Но сейчас это молитва достигла. Турабетово только уже должен быть очень и очень тихим. Запомните на всю жизнь. Вчера покромки прошел, смерть коснулась крылом. А осознание было или не было? Марк 13-14 будет мерзное запустение на светом месте. Ее не должно быть. не должно быть. Именно говорят это то, что объединили патриотея, другие то, что терзианство и прочее. Речь идет, конечно, об антистрии. Когда он придет, сядет в храм и будет выдавать себя за Бога. Но перед ним такие же будут пресечи, беззаконие творит полторя, а святое место в первую очередь от тела наше храм. И когда человек увлекается грехом, живет в грехе и так, наверное, чего не должно быть. Мы избранные сосуды. В этих сосудах должен быть вилей Господь. Вот мы прочитали, фарисеи сказали, а не делать, чего не должно быть. И мы из этого покоим, пусть прокладываем тому, что не должно делать нам. 1 Коринфянам, 6.12 Все мне позволительно, но ничто не должно обладать ноя. А что позволительно? То есть свободу Бог дал. Ты можешь в дверь выйти, а можешь в окно пролезть. Ты можешь сказать, можешь промолчать. Я об одном деле уже многократно говорил. Начинайте бороться с лишним весом. Вы понимаете, лишний вес укороченная жизнь. Выражение толстого чрева не рождает тонкие мысли, не ищите никакой защиты. Еще раз говорю, у меня на квартире жил крупногабаритный как бы бойлер освещений в зиму. А ну только зиму. На 4 дырочки уменьшим ремень. И при том я у нее изо рта ничего не вытаскивал. Я каждый день пищу предлагал мне запракать не буду. Земными поклонами, непрерывно полщита земными поклонами, в обед возьмет чуть-чуть с собой кусочек, работает на стройке, вешка бегает без ужина. И все, бабона опала. Проходит год за годом еще не меняется. Вижу только полнее и полнее. Вы рано умрете. Этого не должно быть. Я скажу так, не должно на костях быть лишнего. Не сочтите это за грубость. Это нам паритеи помогают. Мы нигде не видим, что мы святые так вольно жили, что хотели, ели. Как Памов говорит, он придумал себе сухарей косу, а горлышко узкое. В первое время я хватал полным кулаком сухарей, а вытащить не могу. А поставил задачу съесть только то, чтобы захватить. Ну, как обезьяна. Ей орехи кладут туда, кувшин привязывают, она зацепит и уже видит опасность. Ее уже хватает, она не может разожжать кулак, она уже захватилась. Вы сами изберите среди нас, какие люди есть, которые уже потрудились в этом направлении. Не надо диабилеты искать или чего-то, не верьте в это. Это труд. Вот мы сейчас в лагере и видим, как некоторые начинают крылить, и прямо на гладах принимают нормальный человеческий пив. Без завтрака без ужина, продолжают работу. А почему нет? Вижу, человек трудится и сразу вызывает уважение. Притом, я знаю, когда об этом говоришь, люди очень не любят. Только останешься говорить, а они такие добрые, не духовные, а как это говоришь, у них как будто жир закипает. Ты за тобой смотри и спросишь. Ну правильно, и я не воздержан. Что сказать? Два раза в этот день сервей ем, а можно было бы и не есть. 2 Тимофея 2,24 Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым как тем, учительным, не злобивым. Не должна святая Раба Господня поступать так. Приходите спать в храме. Не должно этого быть. Вы знаете, некоторые люди никогда не садятся в дверь. Есть люди, которые никогда не пропускают ни одной службы. Не должно пропускать богослужение. Не должно ни одной службы быть без проповеди. Ни одно воскресенье без занятий. Сколько этого не должно. А если не должно что устраним, она и жизнь будет меняться. Положи себе на сердце сегодняшнего дня и я начну трудиться на основе с тобой. А как? Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Тело. Тело. У меня близкие, знакомые, наши общие, и ближу вполнею. Прям на глазах. Что с вами? Что ты расползаешь? Да вот не знаю, гормоны. Гормоны. Ты как в гормоне разъехалась уже. Что за гормоны? Работать надо. Пора раньше вставать, побольше молиться, начни молитвы. Хватался вначале полной гости. Посмотри, отодвинь кое-что в сторону. А что в сторону отодвил, да ты для нищих отдам. Вот у нас кто жили на квартире, знают, мы откладывали всегда 25 рублей на питание. А 25 нет, со мной ты их не съешь. У нас выходило по 10 рублей. А остальное рядом милостыня на нее. А в пост еще меньше мы остатки опять туда же перекладывали. Да мы какие обидные благословения имели? Бог давал какие заработки? Положи себя на смерть и с сегодняшнего дня я буду трудиться. Скажу, борьба приближит немаленькая. Немаленькая. Переедающий грызет могилу зубами, не лопатой копает ее. Не должно этого быть. Не обижайтесь. Поблагодарите Бога и начинайте трудиться. Я со своими молодыми братьями уже разговаривал. Наши приезжайте. Я говорю, вижу, у тебя уже животик какой-то. Зачем ты это делаешь? Да вот так, так, так. Позно встаете. Позвонит в 7 на работе, в 57 еще в 5. А ты поставь себе вставаться хотя бы в полпятого или в 5, чтобы молитва была продолжительная, спокойная. Да побольше земли в поклонах. Сколько не спрашивай, сколько есть? Нету. Чертки есть? Нету. А в ленивую за кожную душу преможек не найдет. Абон. Абон.